В Великобритании отметили 75-летие самбо. В прошлом веке этот вид борьбы зародился в России. Сегодня у него сотни тысяч поклонников по всему миру и неплохие шансы попасть в семью олимпийских видов спорта. Александр Хабаров стал свидетелем схватки у стен Кенсингтонского дворца и убедился, что на Туманном Альбионе любят не только футбол. Это не съемки очередного фильма о Бонде, хотя постановщики трюков Бондианы могли бы почерпнуть здесь немало полезного. Просто мастер спорта Александр Перепилюк и мастер спорта международного класса Иван Морозов разминаются на лужайке у Кенсингтонского дворца. В сторону летят часы, непонятно как выдерживают вечерние костюмы спортсменов, но этот отчаянный дуэт, похоже, далеко не все показал. Не помяли друг друга? Ничего, все нормально? Наоборот, прогрелись, в Лондоне холодно, так что вроде все неплохо. В Лондоне Международная федерация самбо проводит вечер, посвященный 75-летию этого вида спорта. Присутствует посол России, королевскую семью представляет его высочество принц Майкл Кенский. Он пропустил показательные выступления самбистов под открытым небом, но Перепилюк и Морозов готовы выступить и в зале. Дело не пошло дальше первого броска. Здесь заволновались за окружающие исторические ценности. Да, очень интересно. Освящение людей. Слава Богу, они все в хорошем состоянии. Один из самых торжественных моментов – вручение наград британским спортсменам, призерам первых чемпионатов мира по самбо. Ричард Кенни вспоминает, как тепло принимали его в 67-м году в Советской России, которую он, как и многие британцы в то время, до поездки относился с подозрением. Отношение зрителей, спортсменов было просто замечательное. Все были к нам очень добры. Я участвовал в трех турнирах по самбо, около десяти по дзюдо. Я был в Москве, Санкт-Петербурге. И у меня самые теплые воспоминания. Здесь большая школа, глубокие традиции. И самбо сейчас здесь приобретает новую популярность, новую узнаваемость. Я думаю, что со временем здесь самбо будет очень известным. В следующем году в Великобритании планируют провести Кубок президента России Владимира Путина по самбо. Глобальная задача – добиться, чтобы спортсмены-самбисты смогли участвовать в Олимпийских играх. В Лондоне самбо представляли как будущий олимпийский вид спорта. Международная федерация самбо уверена, что шансы у этой заявки достаточно велики. В Лондоне инициативу федерации поддерживают. Мы должны как можно ярче представлять самбо, постоянно напоминать об этом виде спорта. Он достоин того, что вы все о нем знали. Торжественные мероприятия, связанные с 75-летием самбо, еще будут проводиться по всему миру и прежде всего на родине этого вида спорта – в России. Александр Хабаров, Илья Мурдюков, Вести, Лондон.